Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Ксения Каста о главных событиях к этому часу. Грузия и Литва решили не покидать сессию Пассе вслед за Украиной. Ранее было опубликовано совместное заявление представителей Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины о том, что они отзывают своих парламентариев, так как не принимают решения о восстановлении российской делегации в правах. При этом представители незалежной оскорбляли российских депутатов и журналистов. Леонид Слуцкий потребовал наказания для Украины за поведение ее делегации в Пассе. Также парламентарий поделился планами российской делегации на сегодняшний день. Мы донесем нашу позицию по Сирии и по нашей успешной борьбе с тем, чтобы Сирия, и это уже никогда не случится, не превратилось в исламский халифат, в террористическое государство, чему необходимо было противодействовать. Поэтому позиция, которую заняло российское руководство, мы считаем абсолютно закономерной, правильной и единственно возможной в той ситуации, да и в сегодняшней тоже. Поэтому наши коллеги также будут принимать участие в этой дискуссии. Мы с Петром Олеговичем Толстым сегодня встретимся с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с лидерами различных политических групп, со знаковыми депутатами в разных национальных делегациях и в межнационный период будем столь же активно продолжать эту деятельность. Могу заверить, что наше влияние на площадке Парламентской Ассамблеи Совета Европы, наше конструктивное взаимодействие, наш результат, отталкиваясь от того, который достигнут вчера, будет неуклонно возрастать. Напомню, за возвращение России в Пасе единогласно проголосовали 12 стран. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал победой возвращение России в Совет Европы. Далее. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси 20 июня на бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Глава грузинского Кабмина назвал произошедшее неприемлемой ситуацией. Он также признал, что, цитирую, в отдельных случаях отдельные люди превысили силу. Напомню, 20 июня в грузинской столице начались многотысячные акции протеста. В результате столкновения с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской Ассамблеи православия. В ее состав, в частности, входил депутат ЛДПР Иван Сухарев. Свидетельство очевидца. Комментарий Ивана Сухарева прямо сейчас. Мы 20 числа приступили к работе уже в парламенте Грузии. И невзирая на то, что уже появлялись провокационные новости, а именно про руководителя нашей делегации Сергея Анатольевича Гаврилова, о том, что он якобы воевал на стороне Абхазии против Грузии, что, конечно, не соответствует действительности. Это абсолютно мирный человек, который никогда в жизни, по его же словам, не брал в руки оружия. Невзирая на все вот эти вот предпосылки негативные, негативный фон, ничего не предвещало того, что происходило дальше. После начала работы во время перерыва в здание парламента ворвались люди, выкрикивающие какие-то лозунги, что Россия убивает, Россия оккупант, Путин и так далее. Ну и искали руководителя делегации Гаврилова, который в тот момент находился в комнате президиума. Не найдя его, они оккупировали президиум. Это были радикально настроенные депутаты из партии Саакашвили. С ними также в здание парламента вошли около 50 точных камер, то есть это телеканалы Ирустави и другие телеканалы, которые негативно относятся к России. Ну и началась стычка между депутатами Саакашвили и депутатами, которые участвовали в межпарламентской ассамблее, генассамблее православия. Начали плескать водой, выкрикивали всякие лозунги, грозили всех убить. Плеснули даже водой в лицо депутату эстонского парламента, который вытащил табличку Эстония, после чего они извинились перед ним и дальше начали искать российских депутатов. В связи с волнениями в Грузии Владимир Путин с 8 июля этого года временно приостановил авиасообщение между Россией и грузинской территорией. Депутаты ЛДПР высказались за введение в отношении Грузии с санкцией. Это акт агрессии, это недопустимо, потому что мы знаем, что если бы на любого сенатора Соединенных Штатов было совершено подобного рода нападение, через некоторое время, я думаю очень короткое время, у берегов Батуми находились бы авианосцы Соединенных Штатов, а в Тбилиси высадился бы американский спецназ. Подобного рода агрессия недопустима в отношении представителей России, поэтому мы должны дать самый жёсткий ответ Грузии. На сегодняшний день две трети грузинского вина поставляется в Россию. Мы являемся основными потребителями грузинского вина. По сравнению с 2017 годом турпоток в 2018 году вырос на 24%. Мы по-прежнему кормим Грузию. Надо это заканчивать, надо дать жёсткий ответ, запретить грузинское вино. Конечно, в первую очередь надо обеспечить безопасность наших туристов, потому что там небезопасно. Если грузины не смогли обеспечить безопасность официальной делегации, которая состояла из трёх человек Сухарев, Гаврилов, Чепа, то о чём можно говорить, когда речь идёт о тысячах российских туристов. Конечно, необходимо здесь сделать всё, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Ну и третий момент. Конечно, необходимо запретить любые денежные переводы с территории России на территорию Грузии. Пусть они почувствуют ледяной ветер санкций со стороны России. Ивана Сухарева поддержал коллега по Госдуме депутат Павел Шперов. Парламентарий заявил, что почерк сценария грузинских провокаций сильно напоминает все предыдущие. И безусловно, режиссёра кровавых спектаклей стоит искать за океаном. Но вы прекрасно понимаете, кто является инициатором и участником этой средневековой дикости. Это последующие тех, кто в своё время уничтожали мирных жителей Сухума, кто бомбил Схинвал. И мы прекрасно понимаем, почему жители данных территорий, а именно Абхазия и Южная Осетия, приняли решение отделиться от этого дикого государства. Потому что если здесь не соблюдается права официальных делегаций, то что можно говорить о простом населении? Мы прекрасно понимаем, что в любой момент обычных жителей Осетии и Абхазии могут просто убить. И, разумеется, единственным шансом для их спасения было отделение от Грузии. Но мы со своей стороны являемся всё-таки носителем гостеприимства. Наш народ очень гостеприимен, и мы соблюдаем все православные ценности. Поэтому, со своей стороны, мы всегда рады принять тех людей, которые едут к нам с миром. К другим новостям. России пора бы уже самой зарабатывать на туризме. Такое мнение высказал Владимир Жириновский на заседании Госсовета. Лидер ЛДПР посетовал, что сегодня только Москва привлекает туристов. А ведь помимо столицы в России есть множество привлекательных мест. Но для того, чтобы развивать туристическую отрасль, по мнению политиков, в первую очередь нужно строить сети качественных автомагистралей и скоростные железные дороги. Мы почти сто лет строили хорошие дороги на окраинах. А надо было строить центры. Вот кто-то принимает решение такое, а это же политическое решение. Мы газ отдали национальным окраинам, а центры оставили без газа. Это ведь главная причина того, что произошло в 1991 году. И сегодня у нас, видимо, мы слабо используем конкурентное преимущество, территориальное. Поскольку надо могут регионы как-то объединить, такой единый производственно-транспортный механизм. Механизм. Много 85. 40 губерний по 5 миллионов. Легче управлять. Москва и область. Что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный работает в Москве. И они, разный статус у них. И разные правила, и разные органы управления. Мне кажется, это нужно убрать. Скоростная дорога. Москва-Петербург. Согласны. Пусть будет вторая ветка. 300 километров. 400. Но всё равно повернут на Владимир, Нижний, Чебоксары, Казань, Челябинск, Екатеринбург. Обязательно надо делать. У нас люди будут рады, что можно ехать. Много, так сказать, сейчас. Планируем 18% всего, да, на нас проекты. А давайте 30% дадим. Всё, все нас проекты сократим. На дороге дадим в два раза больше. Ведь дороги всем нужны. И врачам, и учителям, и сельское хозяйство, армия. И красивые, мощные дороги, они вдохновление. Хорошая больница для больных хороша. Трудно гордиться. У нас хорошая больница. Прекрасная дорога, все будут гордиться. Я в Турции был студентом. Дороги огромные, самолёт может садиться. А у нас, понимаете, две машины не могут разъехаться иногда. Туризм. Ведь все зарабатывают. У нас 150 миллионов населения. Доход от туризма должен быть 150 миллионов долларов в год. Только Москва это делает. А вся страна? Ну, люди поедут, потому что нужны дороги. Обязательно. Ну, наконец, дорога из Европы. Было предложение у немцев от Гамбурга до Бреста широкую колею сделать. Бесплатно, чтобы быстрее шли грузы до, так сказать, выхода в Атлантический океан. Потом, говорят, Вена. Есть вариант. Ну, давайте сделаем это. Вена, Урал, там, и до Тихого океана. Это же какой туристический будет, так сказать, проект. Будут переполненные поезда. И молодожёны. Люди устали от этого юга. Там террор, теракты, всякая грязь, религиозный фанатизм. Это возьмите Грузия, там даже и Турция, там, арабы. Вот по Тихой Сибири бы ехали бы миллионы европейцев и наслаждались бы, так сказать. Какая красивая страна и какой скоростной поезд. Неделя. Из Вены выехали, через неделю Тихий океан. Это было бы большое достижение, чтобы они реально увидели нашу страну. К внесению в Госдуму готовится новый законопроект, который должен значительно облегчить использование государственных услуг. Речь идёт о так называемой облачной электронной подписи. Однако прежде депутатам предстоит исправить закон об обычной цифровой подписи, ставшей в последнее время ключом для мошенников в сфере недвижимости. В ближайших выпусках смотрите специальное расследование о том, как наличие электронной подписи может вас лишить квартиры. А у меня к этому часу все новости. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ЛДПР-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok